МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какое же оно современное российское высшее образование? Классическое? Или же оно имеет налет западного веяния? А может, и наоборот? Сейчас узнаем. Немалая заслуга в высоком рейтинге рязанского филиала Московской академии экономики и права принадлежит коллективу и его директору. Евгений Владимирович Прыс – руководитель учебного заведения, преподаватель с большим стажем, научный деятель, председатель общественного совета преследственного управления Рязанской области. Его вуз входит в сотню лучших негосударственных учебных заведений страны. Семь раз учреждение завоевывало титул «Лидер доверия». Самое главное для учебного заведения – это стабильный набор, что у нас есть, прекрасная учебно-методическая база, что у нас есть, соответствующие требованиям профессийно-проподавательский состав, что у нас тоже есть. И, естественно, комплекс вспомогательных услуг – это хозяйственное обеспечение, в том числе и буфет, куда наши студенты, заочники могут прийти покушать. Медицинская комната – врач, который контролирует учебный процесс со стороны того, чтобы ничего не произошло со здоровьем студентов, особенно тогда, когда сдают экзамены. При недавно состоявшейся сдаче выпускных квалификационных работ студентов заучной формой обучения с выпускниками все было в порядке. Небольшое волнение присутствовало только в самом начале выступлений, но уровень подготовки взял верх. Ведь помимо того, что между сессиями студенты находятся в постоянном контакте с преподавателями, учащиеся вуза имеют колоссальный опыт в написании научных работ. Их дипломы отличаются высоким уровнем оригинальности. Если студент уже на первом курсе, бакалавриата, замечу, не магистратура, а именно бакалавриата, получает навыки научного письма и научной деятельности, то его контрольные, курсовые, на выходе дипломные работы имеют абсолютно другой уровень. Студенты МАЭП с первого курса активно участвуют в научной деятельности. В академии налажены тесные межвузовские контакты. На конференциях у учащихся есть возможность сравнить свои знания со студентами из других городов и стран – Азербайджана, Белоруссии, Украины, Казахстана, Кореи. Такая организация работы налажена годами. Рязанский филиал МАЭП был основан в 1993 году. Это один из первых некоммерческих вузов страны, с хорошей репутацией, традицией которого стараются поддерживать сами руководители. Все зависит от руководства. Директор этого заведения, Прысь Евгений Владимирович, очень ответственный в своем деле. И как бы он переживает за дело и хочет, чтобы всем было хорошо, и преподавателям, и студентам, и старается как бы сбалансировать весь этот учебный процесс. Я веду занятия, я лично знаю студентов, и они меня знают. Может, даже в процессе проведения занятий решаются какие-то вопросы даже организационного характера. Благодарности в адрес директора слышится и со стороны профессорско-преподавательского состава. Недавно лучшие педагоги Академии были удостоены высшими наградами учебного заведения за особый вклад в образование. Большое спасибо руководству вуза. То, что в очень трудное время находит возможности для того, чтобы почувствовать преподавателей. То, что мы живем в очень такое сложное время сегодня. Поскольку в вузе царит творческая рабочая атмосфера, благоприятная для развития, учебное заведение является очень востребованным среди профессорско-преподавательского состава. Вы знаете, что касается преподавателей, действительно есть какая-то протягательная сила. Объяснить сложно. Притягивает многих и то, что вуз отвечает всем требованиям современных стандартов. Существует два основополагающих документа, без которых образовательные учреждения не имеют права вести свою деятельность. Это лицензии и аккредитация. В 2011 году наш филиал получил бессрочную лицензию. В 2014 году мы прошли очередную аккредитацию. И аккредитация была выдана на максимальный срок, на 6 лет. В нынешнее время получение лицензии и аккредитации является серьезным испытанием для многих вузов. Уже который год по всей стране проходит волна так называемых чисток, не государственных учебных заведений. Изначально планировалось, что будут закрыты лишь некомпетентные вузы, не способные обеспечить качественными знаниями. Но теперь от этого страдают даже самые лучшие вузы страны. Их закрывают. По мнению многих экспертов, чьи публикации есть в свободном доступе в сети интернет, эта ситуация давно вышла из-под контроля. И проблема заключается в том, что как педагоги, так и студенты, находящиеся даже на последних курсах обучения, оказываются просто на улице. Конечно, студенты на этом ущемляются, потому что приходится искать какой-то другой вуз и все такое прочее. Но наш вуз имеет право принимать студентов даже на пятом, на шестом курсе, обучаться и получить хороший диплом. Мы не получаем никаких государственных дотаций, никаких поддержек, никаких государственных грантов. И тем не менее, к нам идут люди, они хотят у нас учиться, потому что у нас работают те, кому они доверяют. И самое главное, что график обучения позволяет им, не выпадая из своей обычной жизни, получать хорошее, квалифицированное, качественное, юридическое и экономическое образование. График обучения действительно очень удобный, его легко можно совмещать с работой, да и руководящее звено вызывает очень большое доверие, начиная с деканов и завершая директором вуза. О нем в лучшей форме отзываются не только работники академии, но и других структур. Вот как оценивается работа Евгения Прыся в должности председателя Общественного совета Преследственного управления Паризанской области. Я хочу выразить благодарность Евгению Прыся, это бессменный руководитель, настолько он заинтересован, настолько он всегда живо откликается на все эти вопросы, связанные с работой Общественного совета. Благодарим его за вот это отношение, такое неравнодушное к своей общественной нагрузке. Мы в своей работе находим болевые точки в обществе, которые подконтрольны Следственному управлению, и проводим работу с тем, чтобы снять напряжение или устранить недостатки. В Общественный совет Преследственного управления входят представители органов власти, духовенства, СМИ, бизнес-сообщества и другие люди, которые могут принести свежую точку зрения в работу следственных органов. Это большой подспорь и большая помощь нам, следователям, нам, практикам, поскольку общественность, она как-то более смотрит, наверное, ну, не профессионально, а более по-человечески. Помимо практической работы со следственными органами, Евгений Прысь тесно сотрудничает с уголовной исполнительной системой, является частым гостем на конференциях, семинарах, способных улучшить развитие научной сферы и действующих правоохранительных органов. Не так давно на одном из таких семинаров Евгений Прысь выступил с докладом. На мероприятие были приглашены представители лучших юридических вузов страны. В Рязани мы взаимодействуем с различными вузами, как с ведомственными, так и вузами классического образования. Сегодня присутствует директор Рязанского филиала Московской академии экономики и права Прысь Евгений Владимирович, с которым тоже мы тесно взаимодействуем и сотрудничаем. Так что не только студенты Рязанского филиала МАЭП, а в первую очередь и сами педагоги находятся в непрерывном взаимодействии с другими вузами и смежными структурами. Нацеливаясь не только на хорошее личностное развитие, они накапливают опыт и передают все знания в сам вуз, у которого есть далеко идущие планы. В перспективе Рязанского филиала Московской академии экономики и права планируется открытие очной формы обучения, а также создание на базе филиала среднепрофессионального учебного заведения. Кроме того, в филиале будет проводиться профессиональная подготовка и повышение квалификации служащих государственных и негосударственных учреждений, а также будут организованы курсы русского и иностранных языков. Успешные мужчины и женщины бесспорно сходятся в одном. Все они прекрасно выглядят, и помимо проработки своих внутренних качеств, они всегда следят за собой, за своим внешним видом. Тем самым поднимая настроение себе, и дальше оно уже передается на других, отражается в делах, работе и семейном благополучии. Какие процедуры индустрии красоты выбирают для себя мужчины, и что может пригодиться женщинам, об этом в следующем сюжете. Мы начнем с солярия, ведь в преддверии лета мужчины и женщины отправляются туда, чтобы подготовить свою кожу для отдыха на солнце, сделать ее более красивой, смуглой, чтобы загар в дальнейшем ложился безо всяких проблем. Большое внимание ближе к лету мужчины начинают уделять и уходу за ногами, ведь стиль одежды меняется, а эффектно нужно выглядеть всегда. Сейчас же это очень модно, не только красивый пиджак и гладко выбрит, но чтобы был весь ухоженный. Мужчины у нас в салоне предлагается для мужчин маникюр, педикюр, окраски даже для волос, стрижки стильные. То есть окрашивания могут быть как креативные для молодежи, например, да, различные, так и чисто закрасить седину или просто подать такой натуральный волос, как будто выгоревший цвет, как будто только что с моря приехал. Подкорректировать внешность мужчины можно не только с помощью прически. Большую роль играет забота о коже. Пример косметических процедур мы приведем дальше, а сейчас немного о макияже. Все мужчины могут посещать макияж. Макияж – это не то, что женский макияж яркий, как мы привыкли понимать, что вот прям глаза, ресницы. Это макияж очень тонкий, изысканный, нежный. Он именно мужской макияж. Могут его делать также и люди, и высокие чиновники на какие-то определенные встречи, потом выступления. Выпускной вечер у молодежи макияж мальчики также делают, потому что кожа проблемная, надо где-то что-то замазать. О современных косметических процедурах мы говорили в прошлой программе. Это РФ-лифтинг, альтернатива хирургической подтяжке кожи, кавитация, ультразвуковая липосакция и микротоковая терапия. Поэтому сейчас мы расскажем о том, как закрепить эффект от этих процедур, избавиться от морщин, набраться сил, повысить тонус как женщинам, так и мужчинам. Лимфодренажный массаж, он показан непосредственно после программы кавитации. Это способствует, опять же, выведению большого количества токсинов из организма человека и жира. Параллельно с этой процедурой рекомендуется пить большое количество воды для лучшего выведения токсинов из организма. Этот массаж стимулирует всю лимфатическую систему. Он имеет особую технику выполнения, характеризующуюся похлопыванием. В рационе такие выражения характерны. С использованием вакуумного массажера лимфодренажный массаж становится аппаратной процедурой. К тому же у этого оборудования есть ещё масса плюсов. Вакуумный массаж оказывает антицеллюлитные косметические лечебные действия, повышает тургор кожи, улучшает кровообращение и прекрасно помогает расщеплять жировые отложения. Вакуумный массаж позволяет успешно бороться с целлюлитом и делает кожу более гладкой. В данном аппарате одновременно ещё биполярный лифтинг работает. Ускоряет выработку собственного коллагена и, соответственно, кожа у нас подтягивается намного быстрее. К косметологии мы ещё вернёмся, а сейчас немного поговорим о кинезиомассаже. Эта процедура как раз пользуется большой популярностью среди мужчин, мышцы которых часто бывают напряжены, в результате чего происходят те или иные зажатости или боли в организме. Значит, это такой же, в принципе, классический массаж. Туда входит непосредственно лечебная физкультура. И основано на том, что пациент во время сеанса выполняет активные или пассивные движения той или иной группы мышц или суставов. Это также эмоционально-психологическая работа с клиентом. Во время массажа специалист ведёт диалог напрямую с телом, а подсознание человека отвечает ему на поставленные вопросы. Так этот специалист может выявить любые нарушения в организме клиента, любой системы органов. Возвращаясь в мир косметологии, мы покажем вам быстрый и действенный метод избавления от жира, шрамов и всякого рода рубцов – мезотерапию. Это телеинъекционная методика, которая способствует выведению из подкожно-жирового слоя воды. В подкожно-жировую клетчатку вводятся непосредственно комплексные препараты, мезококтейли, которые способны расщеплять жировую капсулу. Здесь мы видим небольшие синячки после предыдущей процедуры. Они рассасываются в течение недели. Кроме этого, неприятного эффекта или ощущения от процедуры не наблюдается. 7-10 процедур, и попутно можно делать аппаратную кавитацию, и вместе с кавитацией можно делать клинфодренажный массаж. Они процедуры друг друга взаимодополняют. В завершение косметологии хотелось бы добавить, что в этом имидж-центре предлагают использование и мезонитей. В этот раз я только узнала об их омолаживающих свойствах, так что скоро, скорее всего, сделаю себе эту процедуру. Тредлифтинг называется. Работают как подтяжка. Подтяжка лица, то же самое, подтяжка живота, может быть. С помощью этих нитей можно приподнять брови, убрать второй подбородок, большие щёки, придать лицу чёткие очертания. А главный их плюс в том, что со временем они рассасываются. Вокруг нити образуется собственный коллаген и эластин. А ниточка потом рассасывается? Ниточка рассасывается. В зависимости от того, какая нить. Она рассасывается какие-то за 60 дней. Есть нити, которые рассасываются в течение 180 дней. Это всё на сегодня о способах коррекции тела, лица и организма. И теперь осталось показать вам то, чем закрепляется вся внешняя красота. В этом случае Межцентр Ольги Дрёмовой придерживается позиции, что одежда должна быть столь же индивидуальной, как и косметологические процедуры. Для этого тут и работают лучшие мастера и стилисты. Конечно, эксклюзивно, потому что модель будет разрабатываться, индивидуальная. Модельеры изучают последние коллекции, веяния, моды, вдохновляются на выставках. Огромное значение имеет и то, что фашиф осуществляется на современных машинках, одних из лучших в городе. Здесь готовы не просто шить для вас новое платье, а изменить вид любой вашей уже имеющейся одежды. Прекрасные мастера у нас смехом работают. То есть из старых дублёнок, из старых кожных пальто, кожных курток реанимируют и возвращают в жизнь вообще новые вещи, стильные, модные, прекрасные вещи. На этом у меня сегодня всё. А вот в Межцентре Ольги Дрёмовой вас ждут каждый день, для того, чтобы порадовать свежими и полезными преображениями. На этом у меня всё. Была рада поделиться с вами новыми сюжетами и информацией. Увидимся в эфире или на нашем официальном сайте город62.тв. На этом я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова